МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные итоги дня подводим на телеканале о Санкт-Петербург. Меня зовут Александр Вараксин. Добрый вечер. И вот главная тема выпуска. Первое задержание после трагедии в Хибинах. Под стражу взяли руководителя детской туристической группы, которая попала под лавину. Масштабный старт. Этот проект очень значим не только для нашего города, но и для нашей агломерации совместно с Ленинградской областью. В Петербурге официально началось строительство широтной магистрали скоростного движения. Будущее культуры уже наступило. Когда закрывается выставка физически в зале, она остается в виде 3D-модели, который зритель при достаточном воображении вполне может путешествовать. Проекты, которые удалось реализовать во время пандемии, станут ключевой темой Международного культурного форума. И снова температурный рекорд. Сегодня на берегах Невы воздух прогрелся до плюс 11 градусов и перекрыл максимум 38-го года. В Мурманской области сегодня задержана руководитель детской туристической группы, которая попала под снежную лавину в Хибинах. Его имя не сообщается. Однако известно, что старшим группы был Сергей Смирнов, выпускник университета Герцена, опытный походник, автор туристических методичек. Смирнов с 92-го года работал педагогом дополнительного образования в Доме детского творчества Приморского района, при котором функционирует турклуб «Скиф». По версии следствия, перед выходом в лыжный поход организаторы не учли сложный рельеф местности, состояние и объем снежного покрова. В настоящее время руководитель группы задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. И напомню, трагедия произошла 22 марта. Детская туристическая группа из Петербурга шла по необорудованному маршруту в Хибинской тундре Оленигорского района Мурманской области. В результате обрушения так называемого «снежного козырька» погибла 12-летняя девочка. Из-за плохих погодных условий и труднодоступной местности спасатели и медики смогли добраться на место ЧУП только через несколько часов. Туристов на спецпоезде эвакуировали в Апатит и разместили в санатории. После трагедии принято решение о досрочном возвращении в Петербург остальных восьми туристических групп из детского Дома творчества Приморского района, которые сейчас находятся в Заполярье. Итак, сегодня официально началось строительство широтной магистрали скоростного движения. В торжественной церемонии бурение скважины для первой сваи приняли участие губернатор Александр Беглов, помощник президента Игорь Левитин и глава ВТБ Андрей Костин. Глубина бурения 40 метров. Четыре подобные сваи обеспечат основу для первой опоры Витебской развязки стартового этапа, который должен быть реализован за четыре года. Это будет шестиполосная магистраль протяженностью более двух с половиной километров с выездом на ЗСД у спуска на Благодатную улицу до Витебского проспекта. Ожидаемый трафик – более 70 тысяч автомобилей в сутки, скорость движения 110 километров в час. Исполнитель – российско-турецкая компания, которая возводила скоростную трассу М11 Петербург-Москва. Почетные гости пообщались с рабочими и пожелали им успехов. Мы приступаем к масштабному проекту строительства широтной магистрали скоростного движения. Этот проект очень значим не только для нашего города, но и для нашей агломерации совместно с Ленинградской областью. Потому что дорога – это прежде всего то, что связывает нас всех. Санкт-Петербург очень усилился в транспортном обеспечении. И теперь новый этап. На мой взгляд, это очень важная транспортная магистраль, которая выводит нас на федеральную трассу, а также связывает с Ленинградской областью. Общая протяженность широтной магистрали скоростного движения – более 27 километров. Дорога пройдет по территории Петербурга и Ленинградской области. От съезда ЗСД на Благодатную улицу до пересечения кольцевой автомобильной дороги с федеральной трассой Кола и далее в северо-восточном и юго-восточном направлениях. Стоимость первой шести этапов оценивается в 39 миллиардов рублей. Это федеральные и региональные средства, а также деньги инвестора. Банкир не может даже посмотреть на результаты своего труда, потому что даже деньги стали электронные. И по большому счету ты не чувствуешь от того, больше ты, лучше ты работаешь или хуже. Может поэтому наш такой большой интерес к строительству таких проектов, как аэропорт Пулково, западный скоростной диаметр, и вот Витебская развязка, потому что здесь ты видишь сразу, достаточно быстро результаты твоего труда. Движение по городской части широтной магистрали планируется запустить к 2030 году. Трасса позволит разгрузить уличную сеть, улучшить сообщения о Сленобластье и другими регионами. Детский сад нового поколения открылся сегодня в Пушкинском районе. Учреждение, которое возвели за год, рассчитано на 200 малышей. Также в нем сформирована отдельная группа для воспитанников с нарушениями речи. Детский сад оборудовано спортивным, музыкальным и хореографическими залами, а также там есть бассейн и медицинский блок. Вход на территорию строго по пропускам. Подробнее расскажет Наталья Медведева. Здравствуйте! Добро пожаловать в Академию детства. Так в новом детском саду встречают гостей. Осмотры трехэтажного здания Александр Беглов начал с пищеблока. Затем губернатору показали спортаторию, где будут проходить занятия физкультурой. А также кабинеты для музыки и танцев с громким названием «Мацартория», где оборудована настоящая сцена. Больше даем свободы, творчества, чтобы они раскрывались. Мы идем как бы от ребенка, от его желаний. То есть, если он сегодня не хочет эту песню петь, да, это на самом деле так, мы можем послушать, что он исполнит. В честь открытия садика воспитанники подготовили праздничный концерт. Особая гордость детского сада – акватория. Там учатся плавать. Есть и обручи, и надувные игрушки для занятий, а также спасательные жилеты. Дно бассейна украшает белый лотос. Дизайнеров вдохновила известная сказка Андерсона. Ребенок себя ощущает в ситуации успеха, побывав в воде. Он инсценирует себя либо дюймовочкой, либо лягушонком. Это его выбор. По поручению губернатора, бассейны появятся во всех новых детских садах города. Осуществить задуманное помогут средства из федерального бюджета. Депутат Государственной Думы Милонов как раз нам помогает выбирать деньги из федерального центра, чтобы в наших детских садах и школах не просто были просторные учебные заведения, но были и бассейны. А Пушкин буквально за последние годы действительно наполняется этим новым движением, наполняется новыми детскими садами. Потому что чем больше домиков будет для наших детишек, тем лучше будет для них, они будут лучше развиваться. Детсад стал настоящим подарком для района. Нехватка социальных учреждений – известная проблема, и ее постепенно решают. Мы очень довольны, долго ждали, ждали прям с нетерпением. А у вас сколько детей? Двое. Доверите садику? Обязательно. И третьего, и четвертого, если будет, то же доверим. Уже в этом году в Пушкинском районе откроют еще два детских сада. Особое внимание в новых учреждениях уделяют безопасности. Видеокамеры повсюду. Территория детского сада полностью закрыта от посторонних. В округ установлен забор. А для того, чтобы попасть в ясли, у родителей должна быть специальная карточка. Без нее в группу не попасть. Наталья Медведева, Андрей Жохов, Елена Волкова, телеканал Санкт-Петербург. Петербургский водоканал в этом году получит 145 миллионов рублей на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов. Об этом стало известно на совещании Александра Беглова с членами городского правительства. Губернатор подчеркнул, в этом году город вновь столкнулся с обильными снегопадами. Но у сотрудников коммунальных служб удалось справиться с ситуацией. С начала сезона из города было выведено почти 2 миллиона кубометров снега. Также губернатор отметил, в отличие от предыдущих лета, снег не сбрасывался в реки, а проходил через очистные сооружения. По словам Александра Беглова, теперь так будет всегда. В 2021 году, который объявлен годом экологии, город будет больше внимания уделять природоохранным мероприятиям. Итак, сегодня Министерство культуры России назвало тему 9-го Санкт-Петербургского международного культурного форума. Он будет посвящен проектам, которые удалось реализовать в условиях пандемии. Форум пройдет с 11 по 13 ноября в очном формате. Событие, которое объединяет тысячу экспертов отрасли, в этом году действительно долгожданное. Из-за коронавирусных ограничений в 2020 году культурный довоз провести не получилось. В каких условиях пройдет 9-й по счету культурный форум, об этом прямо сейчас поговорим с заместителем председателя Комитета по культуре Федором Болтиным. Федор Дмитриевич, добрый вечер. Как по-вашему в этом году пройдет форум, учитывая, что, скорее всего, некоторые коронавирусные ограничения сохранятся и ожидаются ли какие-то новшества? У нас уже сегодня есть четкое понимание, какие стандарты и правила необходимо соблюдать не только участникам, но и площадкам, для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Безусловно, это встает очень актуальную повестку, поскольку мы ожидаем, что в конце года, в ноябре, нам все-таки смогут присоединиться наши международные участники в большем количестве. Ну а кто из известных деятелей культуры уже подтвердил им на свое участие? Уже сегодня сформировано 14 профессиональных секций. Это традиционный формат, который работает на Международном культурном форуме. И руководителями этих секций станут выдающиеся деятели культуры, наши с вами современники. Это и Михаил Борисович Петровский, это и Александр Николаевич Рейфман, это, безусловно, Николай Максимович Соскоридзе, это имена, которые известны не только городу, России и всему миру. И, безусловно, это и Денис Максуев. На предстоящем форуме планируют обсудить успешные проекты инициативы, которые удалось реализовать за время пандемии. О чем именно речь? Я думаю, что многие за последний год соприкоснулись с такими цифровыми порталами, как Культура РФ, либо Культура Петербурга. Это те цифровые платформы, которые агрегируют на своей базе все современные наши театральные постановки, архивы различных театральных показов и, безусловно, виртуальные туры по музейным пространствам. Если мы посмотрим с вами на примеры крупных международных музеев, мы увидим, что Эрмитаж вырвался намного вперед по количеству контента, который виртуального, был предложен. Причем этот контент предлагался на разных языках. Какие учреждения культуры вы можете назвать в Петербурге, может быть, в России, которые могут стать примером работы во время коронавирусных ограничений? Помимо упомянутых уже Государственного Эрмитажа, Михайловского театра, Александринки, которая действительно запустила интересные инициативы, я бы выделил отдельно проект, который был реализован БДТ, который в основе своей имел абсолютно правильный и абсолютно такой социальный тезис «помоги врачам». Удалось собрать огромное количество денежных средств, которые были направлены в самый острый период пандемии, был направлен непосредственно на помощь нашим городским учреждениям здравоохранения. А что самое важное, вот этот тезис, да, и просто переняло порядка 26 театров, приняли участие в этой эстафете. Вот такие проекты, они, конечно, заслуживают отдельного внимания. Федор Дмитриевич, спасибо за беседу. У нас на связи был заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин. Цифровизация для многих культурных учреждений города действительно стала спасением за короткое время. Театры и музеи смогли это направление не только вывести в массы, но и укрепить. Несмотря на то, что спектакли и выставки вернулись в офлайн, любители провести досуг культурно продолжают наслаждаться искусством виртуально. Мария Марченко расскажет подробнее. За свою более чем вековую историю русский музей закрывался всего два раза. Во время Великой Отечественной войны и весной 2020 года. Пандемия стала серьезным испытанием для учреждения культуры, но в то же время заставила более активно использовать современные цифровые технологии. И такой формат оказался невероятно востребованным. Онлайн-лекции, экскурсии и видеофильмы посмотрели более 20 миллионов человек во всем мире. Аудитория YouTube-канала «Музея» выросла до 11 тысяч подписчиков, а количество посетителей официального сайта — до 4 миллионов человек. Тот, кто не может приехать в Петербург, имеет возможность виртуально прогуляться по залам. И, пожалуй, в этой доступности искусство и есть главное достижение пандемии. Этот 3D-тур центральный выставочный зал «Манеж» опубликовал перед закрытием выставки «Лаборатория будущего кинетического искусства». Из-за весеннего локдауна экспозицию пришлось свернуть раньше срока. Но виртуальные экскурсии продолжают жить. Такие прогулки теперь снимают на каждой экспозиции. Параллельно запустили два подкаста. «Неорганизованная группа», где подростки обсуждают современное искусство, а также «Слушай манеж», где кураторы и приглашенные гости делятся своим мнением о действующих и готовящихся выставках. «Цифровой архив, который теперь для нас является обязательной частью нашей экспозиции, когда закрывается выставка физически в зале, она остается в виде 3D-модели, в которой зритель при достаточном воображении вполне может путешествовать по ней и будет путешествовать, я надеюсь, новые зрители спустя много лет». Артисты мюзик-холла во время весеннего локдауна не репетировали, но общались с помощью видеоконференций в Zoom. В это время родился новый проект «Путеводитель по оркестру», где музыканты рассказывали зрителям об инструментах. А онлайн-трансляцию фестиваля «Оперы всем» посмотрели 2 миллиона человек. Искусство помогло пережить это непростое время. «Музыка традиционно приобретает какие-то еще дополнительные силы, когда люди страдают. Она передает всегда возможности смотреть глубоко в себя и найти те силы, которые, казалось бы, мы потеряли. Утешение или надежду». Пандемия заставила учреждения культуры совершить перезагрузку и показала, что без искусства жить невозможно. Музеи и театры серьезно расширили свое присутствие в сети интернет, но гораздо больше радости у них вызывает физическое возвращение зрителей в театральные и выставочные залы. Мария Марченко, Юрий Юхнин, Екатерина Павлова, Оксана Бушмелева. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Итак, Санкт-Петербургский международный культурный форум. Самая крупная площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры, представителями власти, политиками и бизнесменами из разных стран. С инициативой проведения форума в 2011-м выступил комитет по культуре Петербурга. Первое мероприятие прошло осенью того же года в выставочном комплексе Ленэкспа. Участие в нем приняли представители 60 российских регионов. Тогда же было принято решение о проведении аналогичного мероприятия, но с привлечением зарубежных экспертов. Первый уже международный культурный форум прошел осенью 2012 года. В Михайловском театре его гостями стали 70 человек. В 2013 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о правительственной поддержке форума. А с тех пор масштаб съезда только набирал обороты, а количество участников увеличивалось по нарастающей. Итак, если на второй форум приехали около 3000 человек, то гостями четвертого по счету форума в 2015 году стали более 11 тысяч человек. Его впервые посетил президент России Владимир Путин, министр культуры Владимир Мединский, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Рекорд по количеству участников был поставлен в 2019 на восьмом форуме. Его гостями стали более 40 тысяч человек из 96 стран. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти с 12 по 14 ноября 2020, был отменен в связи с угрозой распространения коронавируса. Проведение форума в онлайн-формате в Минкультуре посчитали неэффективным. Депутаты продлили Петербурж-самомолодость на 5 лет. Теперь молодежью будут считать людей в возрасте от 14 до 35 лет. Раньше было 30. Особое внимание к ученым, вернее к молодым ученым. Их статус тоже изменится в лучшую сторону. О чем речь и что еще обсуждали на заседании парламента из Миринского дворца. Репортаж моего коллеги Александра Буренина. Как гласит ироничное народное высказывание, первые 40 лет жизни – самые сложные. Сегодня петербургские депутаты обсуждали изменения в систему молодежной политики. Новое поколение нужно стимулировать к развитию как бытовыми условиями, так и возможностью карьерного роста. Например, статус молодой ученый продлен как раз-таки до 40 лет. Депутаты уверены, Россия полна талантами. Этому есть подтверждение. Результаты различных международных конкурсов. Но вопрос утечки кадров стоит до сих пор остро. Молодежи должно быть где жить и на что. И часто самым талантливым это предлагают за рубежом. Создание таких повышенной комфортности условий безусловно соблазняют на переезд в другие страны. Это целые программы. Они работали уже давно, еще начиная с 80-х годов в отношении стран Восточной Европы. Ничего не меняется. Наращивается лишь только темп и методики работы. У нас должна быть альтернатива. Также молодежным организациям предлагают участвовать в формировании бюджетных средств. И к их идеям должны прислушиваться. Обсудили сегодня и поправки в социальный кодекс. Это касается статуса жителя блокадного Ленинграда. Для тех, кто во время войны проживал на территории Ленинградской области. Новый статус получат те, кто был в пределах блокадного кольца. 40 человек обратилось к нам в 2020 году по этому вопросу. Это те самые люди, которые находились в блокаде. Были в кольце блокады, когда мы говорили. В кольце блокады находились. Другое дело, что они проживают в другом субъекте Российской Федерации, в Ленинградской области. Совершенно справедливо. Мы принимаем закон для того, чтобы эти 40 человек получили соответствующую льготу от тех, которые имеют жителей Санкт-Петербурга. С ежегодным отчетом выступил перед депутатами сегодня уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. Например, аппаратом Буцмена активно следит за надлежащими выплатами медикам, заразившимся коронавирусом. По его словам, иногда на местах пытаются определить степень вины медработников заражения. Это недопустимо. Также Александр Шишлов отметил общее увеличение доверия к институту полномоченного в Петербурге. За 9 лет моей работы количество поступающих за год обращений выросло в 4 раза. Безусловно, в минувшем году на рост количества жалоб амбудсмену и просьб о правовой помощи повлияла пандемия. Однако тенденция роста количества обращений наблюдается уже несколько лет. А по окончанию заседания в ротонге Мариинского дворца открылась выставка, посвященная 800-летию со дня рождения небесного покровителя города князя Александра Невского. Напомним, Петербург станет одним из главных мест празднования юбилейного года знаменитого полководца. Александр Буренин, Владимир Беседин, Валерий Голубев, Алена Сопрано, Оксана Бушмелева, Телеканал Санкт-Петербург. Более 200 килограммов санкционных продуктов уничтожили в Петербурге на одном из рынков города сотрудники управления Россельхознадзора. В ходе совместного рейда с таможенниками обнаружили более 180 килограммов сыра, 42 килограмма масла и более 6 килограммов колбасы. И все это без документов. Продукты производства Эстонии, Великобритании, Германии и других европейских стран сожгли в контейнере. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Из ледового плена вызвалили 25 рыбаков. Они оказались в ловушке в 300 метрах от берега Финского залива. На выручку любителям зимней рыбалки поспешили два катера поисково-спасательной службы МЧС. Спустя час после сообщения мужчин доставили на берег. Медицинская помощь им не понадобилась. Спасатели напоминают, что запрет выхода на лед в Петербурге действует до 15 апреля. В Россию из Индонезии депортировали Андрея Коваленко, которого обвиняют в контрабанде и сбытии наркотиков в составе преступной группы. От правоохранителя он скрывался 8 лет. Задержанный со своими сообщниками продавал в Петербурге крупные партии наркотика растительного происхождения. Разыскали наркоторговца по линии международного Интерпола. Представители миграционных властей острова Бали были готовы депортировать Андрея Коваленко только при условии прибытия за ним конвой из России. Наркоплантацию и оружие обнаружили петербургские полицейские в ходе профилактического рейда во Всеволожском районе Ленобласти. Всего же проверили 150 частных домов, где проживают цыгане. В одном из них по улице Комсомола изъяли 70 кустов конопли. Кроме жилых помещений, правоохранители проверили и автомобили. На некоторых были установлены архивные регистрационные номера. Полицию доставили 150 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Комитет по охране памятников потребовал приостановить строительство семиэтажки на 11-й линии Васильевского острова. Из-за работ соседнее здание доходный дом от Чубакова пошел трещинами. Специалисты комитета подчеркнули, у подрядчика нет разрешительных документов по обеспечению сохранности дома памятника. Трещины на фасаде жители заметили еще в начале марта. Ну а первые повреждения появились и на здании в ноябре 2020-го. Тогда управляющая компания установила маячки, чтобы отслеживать динамику разрушения. Античные скульптуры из коллекции Романовых впервые представили петербуржцам. Увидеть более 200 экспонатов можно в реставрационно-хранительском центре Эрмитажу «Старая деревня». Портреты, статуи, надгробные плиты и мраморные вазы в небольшом зале – как отражение античной моды 18 века. Дмитрий Ковалев об уникальных экспонатах. Почти 90% экспонатов в этом зале раньше были недоступны зрителям. Статуи, бюсты, надгробные плиты – большинство скульптур из коллекции семьи Романовых, собиравшейся десятилетиями. Произведения античного искусства были выкуплены из крупнейших европейских коллекций. Сейчас они собраны из реставрационных мастерских и хранилищ в формате открытого хранения. А кураторы подготовили специальную экскурсию об этой экспозиции. Это сложный рассказ об искусстве. Это не рассказ о красивых вещах и красивых залах. Это рассказ о том, что на самом деле история искусств, что на самом деле музейное дело, что такое хранение и какие истории рассказывают в хранилище. Мрамор, алебастр, гранит, гипс. В зале скульптуры, части которых восстановлены мастерами 16-17 веков. Еще несколько лет назад представить такие артефакты на выставке было невозможно. Показывать доделанные антики публике было не принято. Наша задача – либо оставить предмет в том состоянии, в котором есть, по концепции, задумке хранителя, либо мы избавляемся от гипсовых доделок, дамазок и возвращаем предмет в истинное его состояние. Среди экспонатов как античные подлинники, так и имитации. Сегодня отреставрированные скульптуры и копии шедевров – это отдельная страница истории искусств. А открытое хранение – наглядное пособие для ученых, студентов, художников. Впрочем, даже неискушенный посетитель ощутит дух античности. Это, конечно, для зрителей, потому что мы убеждены… Ну, во-первых, это скульптура. Это красиво, это действует на чувства, потому что скульптуру человек воспринимает телом, как известно. Он может ничего не знать. Он просто сюда придет и увидит много скульптуры. Вот этот мрамор, складки, а почти любой античный артефакт – это очень красивая скульптура. Даже в таком формате сотрудники Эрмитажа смогли создать общую историю. В центре – римский дворик. Напротив – целая галерея из портретов. Отдельно кураторы отмечают несколько экспонатов. Нога в сапоге – скульптура рубежа XVII и XVIII веков. Погребальная урна середины II века и торса Фродиты этого же времени. Последние были выкуплены императрицей Екатериной II. Открытое хранение – формат, который появился совсем недавно. Это непривычный выставочный зал. Нет подписей, табличек. Экспонаты стоят очень близко друг к другу. Но в этом есть и свой шарм. Посетители могут почти вплотную подойти к вековым скульптурам и разглядеть каждую деталь. Открытое хранение – экспозиция, которая не закроется через несколько месяцев. Ранее недоступные экспонаты теперь можно увидеть в зале реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая деревня». Дмитрий Ковалев, Игорь Востряков, Селена Волкова. Новости. Телеканал «Санкт-Петербург». В Петергофе завершилась реставрация Екатерининского корпуса дворца «Монпульзир». Первые с послевоенного времени комплексные работы длились больше двух лет. Но теперь обновленные залы дворца вновь ждут посетителей. До конца мая музейщикам предстоит принять несколько сотен экспонатов исторической коллекции, которые все это время находились в Москве. Татьяна Бажуйнова расскажет подробнее. Мебель, картины, посуда. Без этих предметов интерьеры Екатерининского корпуса дворца «Монпульзир» пустовали два года. Экспозицию вывезли на время масштабной реставрации. Петергофские шедевры уехали в столицу. Пока корпус приводили в порядок, их экспонировали в музей-заповеднике Царицыно. Всего в Москве приняли порядка 700 предметов. Нам крайне не хотелось эти вещи на два года из культурного оборота изымать и хранить в фондах. И мы смогли договориться с музеем Царицыно в Москве. Эта выставка уехала в Царицыно, и два года ее видела Москва. Причем у нас была такая задача высокая – сделать все очень по-петербургски. Реставрация Екатерининского корпуса стартовала в 2018-м. Мастера привели в порядок фасады, интерьеры, инженерные сети. В корпус вернулись обновленные люстры, монументальная живопись, лепнина, воссозданные по историческим образцам портьеры. Решили и главную проблему дворца – подтопление. Специалисты оборудовали гидроизоляцию в виде так называемого глиняного замка. Это, конечно, проблема всех музеев Нижнего парка. Все они расположены близко к Финскому заливу. Поэтому это очень важно. Если нет хорошей гидроизоляции, соответственно, это и грибок, это и треснувшийся паркет и так далее. Проведена гидроизоляция. Жемчужина коллекции Екатерининского корпуса «Гурьевский сервиз» из посуды произвели в начале XIX века на императорском фарфоровом заводе. Сервиз насчитывал около 5000 единиц. В Петергофе хранится 500. На десертных тарелках были изображены народности, которые населяли Россию в тот момент. А также различные рабочие люди. Вот, например, мы можем посмотреть тарелка как раз времени Александра Первого. Это перед нами монголка. Сервизы еще только предстоит полностью распаковать. А вот картины уже готовы к экспонированию. Своезаконное место в корпусе заняли парадный портрет Александра Первого и Екатерины Великой, а также гобелен с изображением Петра Первого. В Екатеринском корпусе полным ходом идет формирование экспозиции. Подготовка к открытию музея займет примерно два месяца. Посетители здесь ждут уже в конце мая. Татьяна Баженова, Артур Хабибов и Андрей Носов. Телеканал Санкт-Петербург. Передной температурный рекорд зафиксировали в Петербурге. Мало того, что сегодня выдался самый теплый день с начала года. После того, как во второй половине дня столбик термометра поднялся до плюс 11 градусов, был перекрыт максимум 38-го года. Тогда воздух прогрелся только до 10,6 градусов тепла. Но завтра рекордов не ожидается. По прогнозам синоптиков, 25 марта в Петербурге местами пройдет снег с дождем. Температура воздуха днем поднимется до плюс 5 и плюс 7 градусов. Ночные часы от плюс 1 до плюс 3. Субтитры подогнал «Симон» Такие были новости на сегодня. Прямо сейчас в этой студии мой коллега Иван Лосев с новостями спорта. Иван, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Друзья, каких-то 15 минут отделяет нас от первого в 2021 году матча сборной России по футболу. Об этом, о чемпионате мира по фигурному катанию, конечно же. Но начнем мы с петербургского СКА через каких-то 12, 11, 10, 9, пожалуйста.